Молодежь – наше будущее. Очень важно, чтобы вредные семена экстремизма не дали опасных всходов в молодежной среде. Для того, чтобы противодействовать этому злу, нужно взяться всем миром и противопоставить эскалации крайних мер и взгляда в богатую духовную, культурную и спортивную жизнь молодых людей. Форум-конференция, посвященный проблемам профилактики экстремизма и терроризма, состоялся в Доме культуры поселка Кубриз. На него были приглашены студенты техникумов и филиала Кубанского госуниверситета в Славянске-на-Кубани. Работа по предупреждению распространения идей практик экстремизма и радикализма в среде молодежи проводилась и раньше, и потому сформирован положительный настрой студентов на спокойную, созидательную жизнь. У нас здесь находится очень много разных людей, разных национальностей, разных городов, разных уголков мира. Они здесь рады, мне очень приятно с ними общаться, я нахожусь с ними общий язык. Ведущий форум-конференции начальник управления по делам молодежи Олег Смольников сразу задал хороший уровень обсуждения. Но мы должны делать маленькие шаги для того, чтобы предотвратить радикальный экстремизм, предотвратить и не допустить в нашем, по крайней мере, маленьком, небольшом городе, в Славянском районе, не допустить проявления политического, национального и других видов радикализма и экстремизма. Конечно же, такие проблемы не разрешить одним махом, но капля, как говорится, камень точит. На форуме выступали студенты с серьезными докладами, которые вызвали интерес у собравшихся. Настоятель храма святителя Николая Чудотворца Протеерей Владимир видит лучшее решение возвращения к православным корням укреплений русской духовности. Студенты уверены, что им удастся противостоять негативным крайним проявлениям радикализма. Я считаю, что жизнь людей должна основываться на дружбе, понимании и толерантности. Ведь если существует дружба, не бывает войн, не бывает экстремизма. Молодежи доносится мысль о строгом соблюдении российских законов, а также прав и обязанностей гражданина России. Нужно неустанно обсуждать эти проблемы, чтобы они были на слуху и работать, применяя самые разные формы. Поэтому сегодня наша задача максимально создать благоприятные условия. Прививать культурные ценности, дружить, научить общаться. Научить общаться не в интернете, не в гаджетах. Научить вести конструктивный, интересный, дружественный диалог. Повышать, самое главное, повышать правовую грамотность молодежи. Потому что многие ребята считают, что все можно делать безнаказанно. По крайней мере, проявлять свою радикальную точку зрения безнаказанной. За этим тоже идут последствия, и об этом тоже молодежь должна знать. Только объединив усилия всех заинтересованных служб, только подходя к решению вопросов неформально, творчески, можно и нужно поставить надежный заслон распространению экстремистских идей. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин